Куршевель 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 Действительно возможно выполнить вот в такие сроки эту стройку, но это только на самом деле первое, что вызывает недоумение. Звучит вообще немного фантастически все вот это вот. Вы знаете, тут первый вопрос, наверное, не в том, можно ли это построить быстро, а в том, надо ли это строить вообще. Напомню, уже существует стратегия развития Северного Кавказа до 2025 года. Год назад Дмитрий Медведев сказал, что Северный Кавказ это огромная внутриполитическая проблема для России, каким-то образом ее надо решать. Тогда же был назначен полпред Александр Хлопонин, который разработал эту самую стратегию. Там есть главный туристический проект, называется «Высота». Он захватывает практически все республики Северного Кавказа, кроме Ингушетии и Чечни. И, в общем-то, это неудивительно. В принципе, в Донбай, Лаганаке и некоторые другие места, все их знают, если кто не ездил, но, по крайней мере, точно слышал. А так, действительно, есть уже некоторый поток на Северный Кавказ. Это, эксперты оценивают, порядка 4000 экстремальных туристов, по-другому их не назовешь, ездят на Северный Кавказ. Ну, вот видите, Рамзану Ахматычу тоже захотелось, в общем, поконкурировать не только с Куршавелем, но и с соседними республиками. Вопрос, нужно ли это. Сейчас, в данный момент, насколько я понимаю, в Чечню вообще мало кто ездит отдыхать. И даже, как рассказывают, лишний раз, когда пытаешься поймать такси из аэропорта, готовы ехать куда угодно, только не в Чечню и не через Чечню. Это понятно, небезопасно. Кроме того, вот если смотришь статистику, Генпрокуратура совсем недавно делала отчет по поводу того, какая ситуация с точки зрения террористической активности в Чечне. Нам периодически рапортуют о том, что все вроде как неплохо и терактов нет. На самом деле, Генпрокуратура сообщает, что в этом году только было 254 террористических преступлений террористической направленности. Естественно, МВД Чечни это опровергает, потому что по их статистике не было ни одного теракта. Когда вообще такие вещи Рамзан Кадыров слышит, он всегда сразу же отвечает только одно. Это враги России, которые хотят навредить Чечне. У нас все хорошо, приезжайте, прогуляйтесь. Выделяет 20 автоматчиков, журналист гуляет 10 метров по главной улице и уезжает обратно. А я объясню, как получается, почему по статистике МВД терактов нет. Потому что они ее квалифицируют по другой статье. Есть статья теракт, естественно, ее милиционеры местные боятся как огня. Поэтому квалифицируют по другим статьям. Например, вот вы помните, совсем недавно было нападение на родовое село Рамзана Кадырова. Потом тоже совсем недавно было нападение очень громкое на чеченский парламент. И тогда, и в этот и в тот раз погибло несколько человек. Но в основном погибают милиционеры. Поэтому квалифицируют это таким образом, что это нападение или убийство на сотрудника правоохранительных органов, а не теракт. Ну а все-таки, вот построили этот центр. Это ведь может быть вполне просто таким имиджевым, символическим проектом для Рамзана Кадырова и для Чечни. Просто чтобы показывать, когда это нужно. А вот у нас есть свой Куршевель. Там будет, например, кататься сам Рамзан Кадыров и его близкое окружение. Ну и все, собственно. Ну, сколько человек. Понимаете, как символический такой проект действительно мог бы свидетельствовать о том, что вроде как в Чечне все нормализовалось, потому что туризм это такая отрасль, куда едут, там обязательно должно быть безопасно, так или иначе. Естественно, если человеку требуется десяток автоматчиков для того, чтобы спокойно съехать с горки, то вряд ли какой-то турист, а не то что иностранный, но и российский, на это решится. Тем более были какие-то прецеденты нападения именно на туристов. Ах, взрывали фуникулеры в Кабардино-Балкарии, хотя так и не было доказано, что это деятельность боевиков. Это квалифицировали как, ну, может быть, местные бизнесмены поссорились, не поделили зону влияния. Надежда, а все-таки, если вернуться к деловой составляющей, ну, по поводу безопасности вот этих аспектов мы все услышали, но ведь, да, 12 миллиардов рублей. Есть предприниматель Руслан Байсаров, который вынужден или по желанию, мы, видимо, не знаем, но вкладывает в это деньги. Все-таки, что это? Это репутационный проект, который никогда не обернется каким-то хотя бы возвратом этих средств, я уж не говорю о каких-то изначимых дивидендах? Вы знаете, вот это, на самом деле, очень интересный вопрос, зачем это Руслан Байсарова. Мы помним, как некоторое время назад президент Медведев сказал бизнесменам, которые родом Северного Кавказа, что пора бы тряхнуть мошной, вложить денежки не только в какие-то прибыльные проекты, но и на родину. Но если, допустим, тот же самый проект «Высота» само государство считает окупаемым по другим республикам, то есть действительно они надеются, что люди туда приедут, то вот я говорила с чиновниками в правительстве, они говорят, что это пока только пожелание Рамзана Кадырова, то есть его записали в эту стратегию проект, но пока никаких средств государства на это выделять не готово. Ну а господин Байсаров тогда, получается, создает такой себе зимний памятник? — Господин Байсаров наверняка, все-таки как бизнесмен, человек с коммерческой жилкой, наверняка имеет какие-то договоренности, но при этом есть возможность получить финансирование, допустим, из-за инвестиционного фонда или из внешкономбанка, который, в принципе, помогает, дает деньги на такие проекты. Кроме того, предполагается, что компании, которые инвестируют в Чечню, могут получить госгарантии от государства по кредитам, а это уже тоже немало. — То есть это бизнес немножко в другой плоскости? То есть здесь мы потратим, но получим какой-то зеленый свет по другим направлениям? — Но нет ощущения, что этот бизнес окупится именно как туристический проект. — Но еще ведь господин Хлопонин говорил, что главная его задача — это привлечь инвесторов на Кавказ российский, для того, чтобы каким-то образом начать менять ситуацию. Это может быть проектом, который задуман на очень долгосрочную перспективу? — Эксперты считают, что потенциально этот проект может вызвать интерес лет через 50. То есть когда не только там пропадут боевики, удастся с ним справиться, но и у людей, у самих появится понимание того, что туда ехать действительно безопасно. — Главное, чтобы к этому моменту не началось глобальное потепление, чтобы этот проект не растаял окончательно. Спасибо большое. Это была Надежда Иваниевская, экономический обозреватель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова